Роторный экскаватор 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 И скорость вручения будет одинаковой, то есть можно будет, поворачивая основную надстройку, удерживать фиксированное направление разгрузочного конвейера. Я уже начал все это собирать воедино. Сейчас работаю над таким нехитрым устройством вроде бы, чтобы грузы пересыпались с этого конвейера на этот. Но пока у меня не очень получается, я правда только начал сегодня. Не так это просто, просыпается мимо. Вот еще, конечно, мешать эти перемычки, здесь близко к ленте не сделать вот этот вот, как сказать, желоб для пересыпки. Но я еще поработаю над этим, надеюсь, что у меня получится. И дальше я это вот уже начал здесь собирать воедино. Это будет очень большая штука, я уже вижу. Будет круто, если все это будет работать. Важно отметить, что на этапе сборки обязательно нужно проверять отдельные механизмы, работают они или нет. Потому что может оказаться, что вы что-то не учли, и если это выяснится на этапе, когда уже все собрано, потрачены там недели или месяцы работы, то это очень обидно. Я натыкался на такое и отучился уже. Поэтому вот я проверил, сейчас у меня по отдельности все работает. Ну а стыковка это уже отдельная песня, про это вы узнаете из следующего или из следующих роликов. Спасибо за внимание, до новых встреч!